Здравствуйте! Меня зовут Тарастан Тавасиев, я художник. Мой собеседник Сергей Попов – астрофизик. У меня сегодня потрясающая фантастическая возможность выяснить у Сергея, как технически можно было бы делать искусство в космическом пространстве с точки зрения современных знаний астрофизики. И сегодня я расспрошу Сергея про экзопланеты и звезды, про двойные звезды и про орбиты тел в сложных случаях. Начнем, пожалуй, с экзопланет. Правильно ли я понимаю, что экзопланеты – это такие же планеты, как Земля? Нет. Экзопланеты – это гораздо более разнообразный мир. Экзопланеты – это планеты, обращающиеся вокруг других звезд. Вот уже в Солнечной системе у нас есть два с половиной типа планет. Это маленькие каменные планеты – Меркурий, Венера, Земля, Марс. Это два больших газовых гиганта – Юпитер, Сатурн. И два ледяных гиганта – Нептун и Уран, которые состоят и из газа, и из льда, но лед в них действительно доминирует. Все эти типы планет встречаются и в других системах. И поэтому бывают экзопланеты всех вот этих перечисленных типов. Плюс бывают экзопланеты, занимающие, как правило, какое-то промежуточное положение, состояние между планетами земной группы и, скажем, газовыми гигантами. И бывают планеты больше, чем Юпитер. По массе в 10, 12, 13 раз планета может быть больше, чем Юпитер. Более массивные объекты уже не называют планетами, называют бурыми карликами. Но глобально в Солнечной системе отсутствует такой один тип планет, который называют сверхземли. Это тоже, скорее всего, окажется немножко такой собирательный образ. Это планеты, которые по массе в несколько раз тяжелее Земли. И они могут быть железнокаменными, как Земля. Могут включать большое количество льдов. Ну и некоторые из них могут обрастать довольно плотной атмосферой. Представка экзопланета. Чем экзопланета отличается от планеты? Экзопланета просто означает, что это планета вне Солнечной системы. Но единственное, нужно сделать еще одну такую филологическую поясняющую ремарку. Поэтому мы называем экзопланетами именно объекты, вращающиеся вокруг каких-то звезд. Если тело, похожее на Землю или на Юпитер, образовалось отдельно от звезды или по какой-то причине покинуло свою систему, то формально это не называют экзопланетой. Никакого отдельного четкого определения не сформировалось. Есть много разных слов и выражений, которые для этого используют. Свободно летающие планеты, одиночные планеты. Но экзопланеты – это просто планета, обращающаяся вокруг другой звезды, не вокруг Солнца. Форма экзопланеты, и планеты вообще мы уже немножко обсуждали, они все шарики. Возможно ли с точки зрения физики усложнить ее? Если я захочу сделать из планеты сложную скульптуру или какой-то сложный объект, можно ли действительно иметь форму? Планеты все имеют округлую форму, потому что они тяжелые. То есть они, собственно, гравитацией сами придают себе сферическую форму. Вот вы берете снег, начинаете лепить снежок, вы внешним усилием придаете форму этому снегу, делаете его сферическим. А гравитация это делает сама. Поскольку гравитация действует симметрично вправо-лево-вверх-вниз, то есть она вообще сферически симметрично действует, то она достаточно массивные тела делает шариками. Поэтому, с одной стороны, если мы хотим сделать большой объект, но странной формы, то мы должны делать его просто полом, то есть чтобы он был большой, но легкий. И в этом смысле, естественно, если где-то мы обнаружим объект, который выглядит как экзопланета, но измерения массы покажут, что он весит при размере, как у Юпитера, в 100 раз меньше, чем Луна, то первая же идея будет, что это объект, конечно же, искусственный. То есть звезда смерти. Да. Другой способ это все-таки сделать, но сделать очень быстро, объект в сложной форме, и гравитация будет его корежить. То есть это может быть даже частью замысла. Вы делаете массу таким образом, чтобы она неравномерно была. И дальше это все будет меняться. Причем можно предсказать, в каком порядке, как это все будет оседать. Естественно, будут какие-то катастрофические события происходить. То есть можно, неправильно посчитав, сделать объект, который просто расколется, развалится. С объекта могут происходить всякие другие чудеса. Под влиянием света звезды он, например, может ускорять свое вращение. И в этом смысле все это, с одной стороны, нужно анализировать, чтобы не сломалось или сломалось так, как нужно. А с другой стороны, все это можно использовать. Существует большое количество эффектов, многие из которых достаточно хорошо понятно. И, соответственно, можно посчитать, что будет происходить с таким объектом. И в этом смысле, если, конечно, вы только не пытаетесь сделать газообразную планету, которая почти мгновенно будет принимать сферическую форму, то объект может довольно долго эволюционировать. Но, правда, надо сказать, что и создавать такой объект тоже будет, скорее всего, довольно долго. И он все равно станет шариком в конце. И в конце он все равно станет шариком. В этом солнечной системе мы видим, что все тела с размером больше примерно 500 км, все имеют достаточно округлую форму. Если только недавно они не были участниками какого-то столкновения, которое существенно их исказило, тогда пройдет довольно длительное время, пока этот ледяной, каменный или еще какой-нибудь огромный камень превратится в нечто более округлое. Про жизнь. Если мы хотим создать на поверхности экзопланеты искусственную форму жизни, какие меры самые первые нужно для этого принять? То есть, что делать в первую очередь? Что есть для нас такое желание? В первую очередь, если мы хотим сделать какое-то место обитаемым, это значит, что мы привезем что-то наше. Или стимулируем процессы на поверхности каким-то образом? Ну, вот здесь возможны сложности, потому что мы не очень хорошо понимаем, как возникла жизнь, мы не очень хорошо понимаем, что нужно сделать. То есть, 50 лет назад вам люди бы описали один сценарий возникновения жизни, 25 лет назад другой, сейчас третий. Ну, а скорее всего, вы взяли бы там 10 специалистов, они вам описали бы немножко разные сценарии. У кого-то жизнь возникала бы глубоко-глубоко в морях и океанах, у кого-то, наоборот, на поверхности в лужах рядом с вулканами, у кого-то еще в каких-нибудь условиях, и в этом смысле сказать что-то трудно. Было бы интересно ставить такие эксперименты, но, скорее всего, опыт работы с подобными сложными медленными процессами, которые непонятно как происходят, говорит нам, что нам проще наблюдать за тем, что природа делает сама. То есть, мы, например, хотим узнать, а может ли возникать жизнь не на воде, а на метане, на жидких углеводородах. Мы можем потратить какие-то безумные усилия и ждать миллионы лет, а можем послать спутник на Титан, спутник Сатурна, и посмотреть, не появилось ли что-то там. Там сложились соответствующие условия. И в этом смысле, скорее всего, окажется, что проще исследовать разные места в Солнечной системе с помощью аппаратов в случае экзопланет с помощью дистанционных наблюдений, по крайней мере, в течение очень долгого, сколь-нибудь обозримого времени. Но, по всей видимости, нам будет проще смотреть за природными экспериментами, потому что, повторюсь, процесс возникновения жизни, он не быстрый и непонятный, поэтому трудно ожидать, что его можно будет воспроизвести в эксперименте, который пусть длится даже годы, на Земле есть эксперименты, которые длятся годы, но представить себе эксперимент длиной миллионы лет мы, конечно же, сейчас не можем. В этом смысле время нас лимитирует сильнее. Ох, лимитирует. Так что, в этом смысле, если мы хотим куда-то занести все-таки жизнь, то тогда нужно создать условия, необходимые для данного типа живых существ. Самые живучие будут какие-нибудь бактерии. И, по всей видимости, в первую очередь нам понадобится жидкая вода. Это не обязательно моря и океан. Бактерии живут и на глубине нескольких километров в толще Земли, но вода, тем не менее, там есть. Ну, а дальше вот для разных видов нужны будут немножко разные условия, и, скорее, сейчас люди пытаются не сделать этого. То есть, если во время первых космических экспериментов с возвратом чего-то из космоса, но особенно из других тел Солнечной системы, принимались очень серьезные меры для того, чтобы случайно что-то не занести. Даже когда астронавты возвращались с Луны, ну, казалось бы, абсолютно мертвого мира, гарантированно-гарантированно, тем не менее, все равно были приняты некоторые специальные меры предосторожности, чтобы некий карантин для того, чтобы чего не произошло. Но с течением времени люди начали задумываться, что более вероятно, что скорее мы занесем на Марс какой-нибудь своих бактерий, и в этом смысле люди стараются не сделать этого. Отчасти спутник Кассини был, после того, как он многократно выработал свой ресурс, получил все результаты, которые от него ожидали, он был сброшен на Сатурн, и один из аргументов, на мой взгляд, такой немножко экзотический состоит в том, что вдруг он упал бы на одну из ледяных лун Сатурна, которые могут быть потенциально обитаемы, а на нем, а, могло что-то сохраниться, б, есть ядерный источник энергии на борту, ну и, соответственно, лучше предохраниться и не оставить его болтаться на орбите у Сатурна, а целенаправленно сбросить на эту планету, где точно никакой жизни нет. Звезды. Какие они бывают? Насколько разные? Из чего состоят? Конечно, понимаю, что это какой-то вопрос на целый семейство. Да, звезды, с одной стороны, достаточно простой объект, а с другой стороны, действительно, так быстро не ответить. Звезды бывают очень разные. Они, во-первых, бывают разные от рождения, и, в первую очередь, эти свойства зависят от массы. Во-вторых, они меняются в процессе своей эволюции. Даже если они ни с чем не взаимодействуют, звезда меняется, потому что вначале она превращает водород в гелий, потом гелий в углерод, кислород и так дальше. Если звезда тяжелая, это может дойти до элементов группы железа. И в ходе этой эволюции звезда будет меняться, она может расширяться, и тогда она будет становиться более красной, ее поверхность будет становиться более холодной, при этом ее недра могут сжиматься и становиться более горячими. Звезды могут начинать пульсировать. В зависимости уже в большей степени от начальных условий у звезды может быть более сильное магнитное поле, менее сильное, соответственно, на ней будет больше пятен или меньше пятен. На звезде могут происходить мощные вспышки. И здесь, как правило, чем меньше звезда, тем чаще и тем мощнее на ней происходят вспышки. Они немножко похожи на собак. Большие собаки редко лают, а маленькие все время тявкают, иногда очень громко. Маленькие звезды, они как раз самые активные. Поэтому, хотя с одной стороны нам будет проще всего начать искать жизнь вокруг маленьких звезд, но с другой стороны есть такая проблема. Потенциально обитаемая планета должна быть близко от своих звезд, и существенную опасность несут именно частые вспышки. Но зато это яркие такие события. И в этом смысле звезды отличаются или из-за того, что они родились такими, или из-за того, что они каким-то образом достаточно предсказуемо менялись на протяжении своей жизни. Ну или, наконец, звезда может с чем-то существенно взаимодействовать и изменить свои свойства. А если художник захочет менять цвет звезды? Цвет звезды менять тяжело достаточно. Это понятно, что очень тяжело. Поскольку, в первую очередь, цвет звезды в спокойном состоянии, если ничего особенного не происходит, зависит от ее температуры. А температура зависит от всего, что происходит внутри. То есть звезду тогда нужно менять целиком. Опять-таки, природа производит такие опыты. Например, мы можем видеть какие-то необычные голубые звезды. Голубые звезды обычно массивные. А есть примеры достаточно легких голубых звезд. Почему так происходит? Например, могло слиться две звезды. При этом они могли потерять свои внешние оболочки. В результате некоторых процессов, можно сказать, они будут разогреваться, и получится голубая звезда. Хотя по своим свойствам она не похожа. Одиночная звезда такой не может быть. Можно устраивать слияние звезд. Внешним, относительно легким воздействием можно менять цвет звезды только в одну сторону, наверное. Можно делать ее более темной, более красной, просто рассеивая пыль вокруг. В этом смысле сама звезда как бы не меняется, но изменив нечто, устроив такой экран в ее окрестностях, вы сделаете звезду более красной. Пожалуй, это такой единственный легкий способ. Все остальное требует взаимодействия с объектом сравнимых размеров массы, по большому счету с другой звездой. Получается, что это будет уже не та звезда, а сильные изменения делают из этой звезды другую звезду. Можно сказать, да. Форма, опять-таки, немножко расстраивает, что, как и планета, шарики сплошные. Могут ли быть стимулированы какие-то процессы, чтобы форма, опять-таки, как-то масс размещалась другим более странным образом, то есть, чтобы изменялась форма звезды? Звезда – это газовый шар, и форму газу придавать довольно трудно. Причем газ связан с собственной силой гравитации. То есть, вы можете превратить звезду в облако, но для этого вам придется ее взорвать, условно говоря. Звезды могут становиться более сплюснутыми, если они быстро вращаются, и это даже наблюдаемый эффект. Для некоторых звезд мы можем увидеть форму диска звезды, и в некоторых случаях видно, что звезда сплюснута. То есть, это эллипс такой получается, как зернышко риса такое. Ну, не настолько сильно сплюснутое. Кроме того, в двойной системе, если две звезды взаимодействуют друг с другом, звезда может приобретать такую вытянутую форму, может быть, немножко грушообразную форму, или форму яйца, скорее. И для таких, в общем-то, не хрупких, но очень пластичных объектов, поскольку, повторюсь, это газовые шары, другую форму придумать трудно. На звезде, на ее поверхности могут происходить мощные вспышки, могут выбрасываться потоки вещества, и некоторые большие портуберанцы, они имеют размер уже сопоставимый с размером звезды. Возможно, многие видели фотографию Солнца, и портуберанец выглядит как такой шарик с ручкой. То есть, вот этот размер ручки уже сравним с размером звезды. Так что так природа делает сама, и, в принципе, такой процесс можно стимулировать. Но при этом, опять-таки, это не означает, что прямо глазом никто не видел до изобретения специальной аппаратуры, собственно, как у Солнца появлялась такая ручка просто глазом. Но сейчас, естественно, нас это не останавливает, и, собственно, мы не считаем, что на произведение искусства мы должны смотреть просто невооруженным глазом. Мы можем смотреть и в инфракрасном излучении, и в рентгеновском, и еще как-нибудь. И в этом смысле, наверное, на многие виды космического искусства нужно будет смотреть не просто глазом, а смотреть с помощью каких-то приборов. Да, кто будет зрителем всего этого, это очень сложный и отдельный вопрос. Или смотреть с помощью нечеловеческих глаз. Да, и вот в связи с двойными звездами очень интересуют системы звезд. То есть, возможно ли система больше, чем из двух звезд? Возможно ли какие-то сложные гирлянды из многих звезд? Или вот два – это максимум. Наблюдаем мы ли система из трех, допустим, звезд? Проблема в том, что в общем случае взаимодействие трех тел с помощью сил гравитации, если все три тела имеют особенно сравнимую массу, приводит к тому, что одно из этих трех тел выбрасывается. И в этом смысле в природе мы не видим, по крайней мере, примеров тройных звезд, где все три были бы на сопоставимых расстояниях. Мы можем сделать тесную пару и третью звезду подальше, которая будет крутиться вокруг этой пары. То есть, это называется иерархическим способом составления. И так можно дойти, мы видим примеры, до системы с шести звезд. То есть, пара звезд, еще одна пара звезд, они крутятся друг вокруг друга, и вокруг этой пары крутится еще одна пара. Так происходит. Но долгоживущие системы и, как правило, самовозникающие системы, они вот такие. Другое дело, что взаимодействие может занимать довольно длительное время. Сейчас известна, например, экзопланета в системе двойной звезды. Эта экзопланета находится на невозможной орбите. В том смысле, что мы уверены, что она не останется долго на этой орбите. Она сформировалась, значит, она пробыла примерно на такой орбите миллионы лет. Но с течением времени она или будет выброшена из системы, или окажется ближе к одной из двух звезд. То есть, возникнет более иерархическая система. Так что, вообще говоря, можно создавать невозможные системы. Просто они будут распадаться. Можно попробовать посчитать, как. Но в системах многих тел появляется такое явление, которое называется динамический хаос. Поэтому, даже если у нас есть небольшие неточности в определении начальных условий, с течением времени они могут начать неограниченно возрастать. Но, в принципе, до какого-то времени мы можем это посчитать. Так что можно пробовать создавать гирлянды. Но другое дело, что они будут разлетаться. Но это может происходить достаточно долго. Кроме того, найдены всякие удивительные решения, где вот прям вы руками аккуратно посадили тела нам нужной орбиты. Они будут крутиться, сохраняя такой причудливый узор. Можно найти анимации в интернете по этому поводу. Тогда это, конечно, должна быть искусственно созданная система. Прямо с тщательно-тщательно подобранными условиями. Малейшие отклонения будут систему разрушать. Спасибо большое, Сергей. Мы в следующий раз поговорим о туманностях, космических взрывах и о загадочном явлении Греция. Урация Продолжение следует...